Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ах, да чего же приятное известие Велено мне передать вам Все готово к балу в королевском дворце Приглашенный на бал А приглашенный на бал Не забудьте, что вы приглашены На балу непременно произойдет Что-нибудь удивительное Ведь не даром наше королевство Сказочное Приходите, не забудьте Честное слово, не пожалеете Король встал в пять часов утра Лично вытер пыль на парадной лестнице Потом побывал в кухне Поссорился с главным поваром В гневе отказался от престола Но потом сменил гнев на милость И теперь бегает по королевской дороге Проверяем Все ли в порядке Ай-ай-ай-ай Здравствуйте, господин Весничество! Здравствуйте, господин Весничество! Послушайте, Весничество, я давно хотел спросить вас, почему вы в последнее время все оглядываете? Не появилось ли в лесу чудовище, угрожающего вам смертью? Нет, Ваше Величество, чудовище я сразу заколол бы. Так, может быть, в лесу появились разбойники? Да что вы, государь, я бы сразу выгнул бы вон. Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас? Нет, Ваше Величество, я давно бы с ним расправился бы. Ну тогда что же, что же довело вас до такого состояния? Моя жена. Ну да. Клянусь вам, я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. И они вьют из меня веревки. Они, эта супруга и ее две дочери от первого брака. Вот уже третий день они одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, это я и моя родная крошечная дочка, ставшая из-за моей слабости падчерин. Ухожу, ухожу немедленно в монастырь, если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события. Живите сами, как знаете. Стыдно, стыдно лесничество. Тише, тихо, сюда. Моя усадьба рядом, если жена услышит, я погиб. Не осуждайте меня. Жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, точно такую уж, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. Ну ладно. Ну так и быть, остаюсь на престоле. Подайте мне корону. Забудьте все, лесничий, и приходите ко мне на бал. И родную свою дочку захватить с собой. Солушку? Ну что, государь, она совсем еще крошка. Ну как знаете, но только имейте в виду, что у меня будет такой праздник, который заставит забыть вас все невзгоды и горсти. Прощайте. КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь все свои часы, ветерка, сковородки, кочерга, огонь, очаг. Давайте, друзья, поговорим по душам. КОНЕЦ Вы знаете, о чем я думала? Я думаю, вот о чем. Матру и сестрите позвали на бал. А меня нет. Это несправедливо. Верно? Они будут танцевать с принцем. А обо мне он даже и не слышен. Они будут съесть мороженое. А я нет. Хотя никто на свете не любит его так, как я. Натирая пол, я научилась танцевать. Терпя напрасные обиды, я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Обидно, правда? Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. Но только мне хочется, чтобы люди это заметили непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что... Потому что я ужасно в городе. Но неужели же этого никогда не будет? Неужели мне не дождаться веселья и радости? Ведь это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно. Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. Дню рождения на праздники. Добрые люди. Где же вы? Добрые люди. А добрые люди. Ну что ж. Я туда вот чем утешусь. Когда все уедут, я побегу во дворцовый парк, встану под окнами и хоть издали полюбуюсь на праздник. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Я снова сбилась от усталости, собираясь на королевский бал, а ты танцуешь. А я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда как тебя, Золушка, я воспитываю с утра до вечера. А где благодарность? Где благодарность? Я знаю, ты хотела убежать сегодня вечером во дворцовый парк. Только когда все уйдут, матушка, ведь я тогда никому не буду нужна. Следуй за мной, Золушка. ПОДПИШИСЬ! Я не знаю, что сделала эта бездельница. Она танцевала. Танцевала, не пришив мне маншетки? Я их давно пришила, сестрица Анна. Танцевала? Не разгладив мне воротничок? Я давно разгладила его со встречи, Марьянна Боттелл. Она танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал. Я вскипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу. Не с места, дерзкая. У нее на все готов ответ. Она все делает для того, чтобы свести нас с ума. Ее хлебом не кормить, дай только поспорить. Где твой отец неблагодарный? Где он, это чудовище? Я видела его в лесу, недалеко от нашего дома, матушка. Что он там делал? Разговаривал с королем. Сказка с королем. С королем. С королем. Разговаривал с королем. Что ж ты мне не доложила об этом? Где ты, ядовитый змей? Изер! Ай, Изер! А здесь, дорогая. Где ты был? В лесу. Что ты там делал? А я хотел сразиться с бешеным медведем. Зачем? Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая. Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Это правда, что ты говорил с королем? Чистая правда, женушка. Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалования? Что-то мне и в голову это не пришло. Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства. Что ты, дорогая, ну как можно? Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил? Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски. Ядовитый змей. Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг. Нет. Нет, нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу. И тебя съест твой бешеный медведь. Нет, 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 матушка, не надо. Прошу вас. Посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков. И она совсем как живая. Отвратительный цветок. Какое уродство. Какая безвкусица. Можно было приколоть на ваше бальное платье. Это было бы так красиво. Но если вам не нравится, я выпущу его. Нет, дай сюда, дай сюда. Дай сюда, дай сюда. Ты же сказала, что это безвкусица. А ты вижала, что это уродство. Дорогие мои крошки. Не надо сердиться. Не надо ссориться. Чтобы прекратить всякие споры, этот цветок я беру себе. Готовы ли наше бальное платье, которое я приказала тебе сшить в одну ночь? Да, матушка. Покажи. Какая безвкусица. Ой, какой уродство. Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. Можно? Можно. Можно, дорогая, можно. Да, только прежде прибери в комнату. Вымой окна на три полы, выбили кухню, выпали грядки, посади под окнами семь розовых кустов, разбери семь мешков фасоли, белую отдели от коричневой. Познай самая себя и намели кофе на семь недель. Но ведь я же и в месяц всем этим не управлюсь, матушка. Поторопись, поторопись, дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я вожусь, вожусь, и всегда залею. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ От того, что я добра, надрываюсь я с утра, до глубокой ночи. Всяким может приказать, А спасибо мне сказать, Ни один не хочет. АПЛОДИСМЕНТЫ Прячу я печаль свою, Я не плачу, а пою, Улыбаюсь, скажу, Но неужто никогда Не уйти мне никуда От золы и солы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «Скимангли Tai и перекладать» «П�ни mirrors колесе», АПЛОДИСМЕНТЫ «Альф--" Здравствуй, крестница. Крёстная, дорогая крёстная, вы всегда появляетесь так неожиданно. Да, я это люблю. Но в прошлый раз вы появились из тёмного глаза очагом. А сегодня вы пришли по воздуху. Да, я такая выдумщица. Крёстная, дорогая крестница. Ты можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь. Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса. Никаких чудес ещё не было. Просто мы настоящие феи до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы. Люди краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобою. Я не спрашиваю, дорогая, как ты живёшь. Тебя обидели сегодня. Двадцать четыре раза. Из них напрасно. Двадцать четыре раза. Ты заслужила сегодня похвалы? Триста тридцать три раза. А они? Не похвалили ни разу. Ненавижу тех, кто ничего не желает делать, и обожаю тех, кто трудится. Обожаю тебя и ненавижу твою злобную мачеху. Давно превратила бы её в лягушку. Но, к сожалению, у старухи огромные связи. Поговорим лучше о тебе. Хочешь поехать на бал? Да, крёстная, очень. Но я не могу. Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Но у меня столько работы, крёстная. Сегодня друзья поработают за тебя. Мальчик. Грядки выпалют зайцы. Фасоль разберут мыши. Кофе намелют кошки. А розы? А розы? А розы вырастут сами. Сейчас, сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Мальчик, волшебную палочку. Прежде всего, прикатим сюда тыкву. Спасибо, дорогая крёстная. Подожди, глупенькая. Ну, как можно ехать в карете без коней? Ой. Спасибо, дорогая крёстная. Подожди, дурочка. Как можно ехать в карете без кучера? Чудеса ещё не кончились. Кучер. 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 Ну, а теперь мне можно ехать, да? Ах, дорогая моя, какая ты ещё в сущности девочка. Ну, как можно ехать на бал в таком платье? Неужели это я? Да, это ты. Уж мне-то можешь поверить. Я вижу всех людей насквозь. Всех. Даже тех, которых очень люблю. И я вижу ясно, что и в роскошном бальном платье ты осталась прежней, славной, трудолюбивой, доброй девочкой. И оставайся такой. Это принесёт тебе счастье. А сейчас пойдём, я сама посажу тебя в карету. Простите меня. Я не волшебник. Я только учусь. Но позвольте мне сказать несколько слов. Выслушайте меня. Давай послушаем его. Хороший мальчик. Отличник. Много читает. Даже сочиняет стихи. Ну, говори, мальчик. Мы слушаем тебя. Дорогая Золушка. Я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки. Удивительное терпение. И вы очень добрые. Вы и не знаете этого. Но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь. Но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье. Потому что я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. Спасибо, дорогой мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. А теперь запомни, дорогая моя. Твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов. Хорошо. В почь новое платье твое обратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами, кучер крысой, а карета тыквой. Так помни. Хорошо. Я твердо запомню это. Мальчик. Спасибо, дорогая крестная. Мальчик. 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 Малчик. Мальчик. КОНЕЦ КОНЕЦ Здрасте! Наконец-то! Очень рада! Разрешите представиться, король. Не кланяйтесь, не делайте реверансы на ступеньках, это очень опасно. Здрасте! Не снимайте перчатку. Я очень рада, что вы приехали. Здрасте! Здравствуйте! Ах, Ваше Величество! Какая неприятность! Ваш красивый кружевной воротник разорвался на самом видном месте. Где? Смотрите! Какой ужас! Какое безобразие! Почему мои придворные не доложили мне об этом? Труцы! Лжецы! Истецы! Ухожу! Ухожу немедленно в монастырь, если мои придворные ведут себя так плохо! Прощайте, сударыня! Что вы, что вы, король! Ну, как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, не надо, не надо! Я вам так заштопаю ваш воротник, что и видно ничего не будет! А иголка и нитка у вас есть? Конечно! Я запасливая! Ну, в таком случае, так и быть, остаюсь на престоле! Садитесь, Ваше Величество! Вот так, чтобы не было сподручней! Только сидите смирненько, не вертитесь, а то уколю! Вы себе представить не можете, как я вам рад! Обожаю новых таинственных гостей! Старые друзья, конечно, штука хорошая, но, к сожалению, их знаешь уже наизусть! Вот, например, кот в сапогах, славный парень, умница! Но, как придет, снимет сапоги и спит где-нибудь у камина, не попрыгает со мной, не побегает! Или, например, мальчик с пальчиком, но все время играет на деньги в прятки! А попробуй, найди его! Обидно! А главное, у них все в прошлом! Их сказки уже сыграны! Между тем, как вы... Поверьте сказочному королю, вы стоите на пороге удивительных событий! Правда? Честное и королевское! Ну, вот и все! И стоит уж уметь и капризничать! Чудеса! Ничего не видно! У вас... У вас... Золотые руки! И говорите вы так просто, так искренне! Ужасно рады вам! Идемте! 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 Три раза! Вздохнул один раз! Один раз! Вздохнул один раз! Один раз! Итого пять! А мне король сказал, очень рад вас видеть один раз! Один раз! Ха-ха-ха! Один раз! Ха-ха-ха! Один раз! Проходите, проходите! Здесь дует? Здесь дует! Один раз! Итого? Итого три раза! А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться, изверг! Вечно он ворчит! Такой бал! Пять и три и девять! Итого девять знаков внимания высочайших высоток! Ну, теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Десять знаков внимания! Ха-ха-ха! Придж! 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 Сынок! Посмотри, кто к нам приехал! Узнаешь? Кто это? Ну? Таинственная и прекрасная незнакомка. Какой умный мальчик! Верно! А почему ты бледный? Отчего ты молчишь? Государь, я молчу, потому что не могу говорить. Ну, не верьте ему, он может и стихи, и речи, и комплименты. Пойдемте, я представлю вам всех своих придворных. Ага. Вы не устали в дороге? Ха-ха-ха! Нет, что вы! Я в дороге отдохнула. Ага. О爹. Ага. О! Несите на тупке! Орла! Орла! Верно! Верно! Орла! Ой... Господа, позвольте мне представить вам девушку, которая еще ни разу не была здесь, сверхъестественно искреннюю и сказочно милою. Разрешите мне представить вам моих министров и министра бальных танцев господина маркиза де Падетро. Ваше Величество, я знаю эту девушку. Эта девушка, эта девушка, прекрасный цветок. Очень эффектный комплимент. А вы меня не узнаете? Не смею. Мы будем сейчас играть в королевские фанты. Никто никаких фантов не назначает, никто никаких фантов не отбирает. Что король захочет, то все и делают. Первый фант ваш. Как вам здесь нравится, Сидарня? Очень. Ну, в таком случае, спойте что-нибудь нам и пропляшите что-нибудь для нас. Хорошо. А, не ломается. Какая славная девушка, сынок. Сейчас я вам спою песенку, детскую, волшебную. Чуть-чуть. От нее просто делается веселым душой. Называется она Добрый жук. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий бог. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал. Он по крыльями трещал, строго ссоры запрещал. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг. Мы любили мы жука, старика, добряка. Он чинешь душа века, у него весельчака. КОНЕЦ КОНЕЦ Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг. А кто этот милый старик, который все время танцует без музыки? О, это самый добрый волшебник на свете. Он никому не может отказать ни в какой просьбе. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском и теперь не слышит ничьих просьб. Но и музыки тоже. Сделайте так, чтобы моих дочерей занесли в книгу первых красавиц королевства. Хорошо? Слушайте. Первых? Красавица. Виноват, сударь, следующий фант ваш. Сделайте что-нибудь эдакое, доброе, волшебное, чудесное и приятное для всех присутствующих. Это очень просто, ваше величество. Прекрасно. 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 Не пугайтесь. А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес. И вот они. Но все-таки где же мы? Мы с вами перенеслись в волшебную страну. А где же остальные? Каждый там, где мы приятно. Волшебная страна велика. Но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего лишь на 9 минут и 10 секунд. И не на один миг больше. Как жалко. Правда? Да. Вам грустно? Я не знаю. Можно вам задать один вопрос? Можно. Один мой друг Тоже принц Тоже довольно смелый и решительный Тоже встретил на балу девушку Которая ему так понравилась Что он Совершенно растерялся Что бы ему посоветовали сделать? А может быть Может быть принцу только показалось, что эта девушка ему так понравилась Нет Он твердо знает Что ничего подобного с ним до сих пор не было И никогда не будет Вы как сон или виденье Вдруг неловко прикоснусь Вдруг забудусь на мгновенье И в отчаянии И в отчаянии проснусь Вдруг забудусь на мгновенье И в отчаянии И в отчаянии И в отчаянии проснусь Ни слова Ни слезами Вас не трону ангел мой Но надеюсь Сами, сами Вы поймете Что со мной Милая, добрая, таинственная гостья Милая, добрая, таинственная гостья Ваше время истекло Ваше время истекло Кончайте разговор Кончайте разговор Вдруг 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 Кончайте Вдруг Вдруг Класс Вдруг Класс Вдруг Вы вернулись из волшебной страны? Не знаю. По-моему, еще нет. А вы как думаете? И я тоже так думаю. Позвольте пригласить вас на следующий танец, о прелестное ваше. Простите, маркиз, но наша гостья уже приглашена мною. Вы знаете, принц, у меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать. А сегодня мне так весело, что я танцую, а мне хочется танцевать все больше и больше. Волшебная страна! Какой успех я там имел! Какие там парикмахерские! Какие там духи! Благодарю! Вино, которое мы пили с вами в волшебном кабачке, из волшебного бокала, было сказочно прекрасно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю. А-а-а! Вы думаете о том, как хорошо было поесть мороженого. Мне очень стыдно принц, но вы угадали. ПОЛНИТИВНАЯ МУЗЫКА ПОЛОuirre в Мари. ПОЛОУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот счастье, ты пришла к нам. Час. Еще целый час и 15 минут времени у меня. Час. Дорогая Золушка, я должен передать вам очень грустное известие. Грустное? Не огорчайтесь, но король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Как? Он хотел, чтобы гостины было, потанцевали побольше. Значит, у меня почти совсем не осталось времени? Почти совсем. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Лучшее мороженое на всем белом свете. Сам выбирал его. Что с вами? Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все. И за то, что вы такой заботливый. За то, что вы такой вежливый, ласковый, добрый. Лучше вас. Я никого не встречала на свете. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что... Потому что мне пора уходить. Нет, нет, нет. Я не могу вас отпустить. Честно и слово, не могу. Не могу. Нет. Нет. Я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас. Что я говорю? Не уходите. Нельзя. Останьтесь. Нельзя. Ну, я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. Все к тому, что очень вы мне нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Останьтесь. Ну, простите меня. Я... Я люблю вас. Да, я люблю вас. Мальчик... Мальчик-то как разрезвился. КОНЕЦ Дорогая Золушка, я, чтоб хоть немножко развеселить вас, захватил этот рубиновый стаканчик с мороженым. Попробуйте, утешьте меня, а стаканчик я потом верну во дворец. Спасибо. Хочешь? Что случилось, мальчик? Ты заболел? Я так и жну. Ой, я совершенно здоров, государь. Ай-яй-яй-яй, как нехорошо обманывать старших. Сорок порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой стыд! Сорок порций! С шести лет ты не позволял себе подобных излишеств. Это я отморозил себе живот. Я не трогал мороженого, папа. Как не трогал? Верно, не трогал. Тогда что же с тобой? Я влюбился, папа. О, да, да. Я влюбился в нашу простую, добрую, таинственную гостью. Но она убежала так быстро, что вот эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги и осталась на ступеньках лестницы. Влюбился. 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 Ухожу. В черт. Дьявол. В монастырь. Живите сами, как знаете. Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос? Папа. Я уже тебе спел об этом целую песенку. Разве так? Ну, хорошо. Так и быть, я останусь. Ха-ха-ха! Мальчик-то влюбился к нему. У меня вот счастье-то какое! Это не счастье. Ерунда! Она не любит меня. Ха-ха-ха! Пусяки любит. Она поэтому и не осталась ужинать. Идём с Олежками. Нет, папа. Я обиделся. Ха-ха-ха! Ну тогда я сам разыщу её! Алло! Алло! Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите? Послушаем, Ваше Великое! Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке? Сколько туфелек на ней было? Одна! Одна! Блондинка! Брондинка! Блондинка! Блондинка! А сколько ей лет? Примерно шестнадцать! Хорошенькая! Очень! Ага! Понимаем! Нет, не выезжала! Не выезжала! И никто не выезжал! Так зачем же вы так подробно меня расспрашивали, болваны? Из интереса, Ваше Величество! Из интереса! Вот дурак! Никого не выпускать! Поняли? Запереть ворота! Поняли? Солдаты! Знаете ли вы, что такое любовь? Мой единственный сын и наследник влюбился! И влюбился серьезно! И вот понимаете, какая штука получается? Только он поговорил с девушкой серьезно, как она сбежала! Не перебивайте меня! Что ж теперь делать? Мы будем ездить с министром взад и вперед по стране и смотреть в подзорные трубы! А вы будете искать невесту при помощи вот этой хрустальной туфельки! Та девушка, которой хрустальная туфелька будет как раз в пору и есть невеста принца! Понятно? Понятно! А сейчас идите в мои сокровищницы! Там вам дадут по паре семимильных сапог для скорости! И чтобы к вечеру невеста была найдена! Шагом! Арчи! А вам, давайте начинаем к нему! И отсюда! Ир寺, мы не готовим к Prize-сам! Во! Ирис! 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 Хрис! Австралий! А я иди! Ирис! 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 Эрис! Эрис! Ирис! 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 Здравия желаю, сударыня. Простите наше невежество. Известно, что являться без сапог перед дамами неприлично, но только, сударыня, извините, они семимильные. Я это вижу, капрал. А зачем вы их надеялись? А, чтобы поймать невесту принца, сударыня. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они черти проносят нас, бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона и еще большее количество напугали до полусмертия. Позвольте примерить туфельку вашим дочкам. Пожалуйста, пожалуйста, а какой номер? Не могу знать, но только та, кому эта туфелька, как раз та и есть невеста принца. Туфелька, как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля. Капрал, зовите короля. Уверяю вас, туфелька, как раз по ноге одной из моих дочек. Я вам буду очень благодарна. Ну, вы понимаете меня? А золочу. За это спасибо, но как же без примерки? Два бочонка вина. Нет, без примерки не могу. Приказ есть приказ. Анна, Марьяна! Марьяна, подожди сюда. Подожми большой палец. Подожми пятку. Пятку. Нет. У вас нет других размеров? Никак нет, сударыня. Что нам делать теперь? Золушка! У нее золотые руки. Она все может. Золушка! 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 Ну, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня за это сердиться. Я всегда желала тебе добра. Это плати ты мне добром. Ты все можешь. У тебя золотые ручки, золотые ручки. Матушка! Золушка! Надень эту туфельку. Мне? Анне! Если туфелька придется ей по ноге, принц женится на ней. Матушка! Ну, я не могу. Ну, Золушка! Я прошу тебя, ну, крошка моя, дорогая, любимая моя дочка! Ну, я не могу! Ну, Золушка, ну, помоги, Анне. Ну, помоги, Анне. Ни за что. Иди попрощайся с отцом. Я выживу его из его собственного дома. Матушка! Ты знаешь мои связи? Он умрет на плаще в тюрьме в яме. Ну, не надо. Эй, муженек! Матушка! Хорошо. Я попробую. Ой! Поздравляю тебя, Анна! Ваше королевское высочество. Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец босиком за королевской тещей. Шагом марш! Ура! Шагом марш! Шагом марш! Шагом марш! Шагом марш! Я не знаю, что со мною Только, только полюбя Вдруг рассталась я с тобою Отказалась от тебя Вдруг рассталась я с тобою Отказалась от тебя Как один одно движенье И обратно нет пути Счастье скрылось, как виденье Горе стало впереди Я не знаю, что со мною Только вижу, вижу я Что своею добрая Погубила я себя Что своею добрая Погубила я себя Я испугал тебя, дитя Ты не бойся Я не разбойник, я не злой человек Я просто несчастный принц Я с самого рассвета брожу по лесу Не могу найти место с горя Ты не знаешь Кто здесь спел сейчас в лесу Где-то недалеко Ты никого не встретила Мне так грустно, как никогда в жизни Мне нужно Непременно нужно найти одну девушку И спросить ее За что она так обидела меня Я не вижу тебя, но мне почему-то думать Что ты девушка добрая Помоги мне Помоги мне Стойте 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 Я не знаю Я, может быть, сошел с ума Это не вы пели сейчас здесь, в лесу И что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой И эти золотые волосы И эти золотые волосы Покажите мне ваше лицо Где вы? Где вы? Где вы? Откриптитесь! Откриптитесь! Если изглой волшебник околдовал вас, я убью его Если вы бедная, незнатная девушка, я только обрадуюсь этому, принцессы все ломаки Откриптитесь! Если вы не любите меня, я свершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец! Откликнитесь! Скажите что-нибудь! Где вы? Где вы? Откликнитесь! Где вы? Где она? Где она, моя дорогая? Где она, моя дочка? Вот она, ваше величество! Дорогой мой зятёк! Ну! Вот ещё глупости какие! Как это глупости какие? Взгляните на её ножку, государь! А зачем мне смотреть на ножку, когда я и по лицу вижу, что это не она? Но ведь туфелька пришлась ей по ноге! Но всё равно не она! Нет! Слово короля золотое слово! Хрустальный башмачок пришёлся ей по ноге! По ноге! Следовательно, она и есть невеста принца! Вы сами так сказали солдатам! Верно? Солдаты! Ага! Молчат! Э, нет! Дельце обделано, дорогой зятёк! Чёрт возьми, какая получается неприятность! Что же теперь делать, Маркиз? Танцевать, конечно! Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица? Да! Ха-ха-ха-ха! Эта туфелька-то убежала от вас, красавица! Но она вам невозможно мала Какой чудодей ухитрился обуть И вам она мала, барыш Это ничего не значит Неизвестная красавица тоже вчера потеряла эту туфельку во дворце Но неизвестная красавица туфелька была чуть-чуть великова Интриган! Я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля! Я буду... Ваше Величество! Ну ничего, сударыня, не расстраивайтесь Быть может, у вас найдет сударыня еще одна дочка? Найдется! Прошу не хихикать! Кто это девушки лесничьи? А это моя родная дочка Золушка, государь Она такая же добрая, как и я Она из любви к отцу помогла Анне надеть туфельку А я ничего не знал И вдруг гляжу, она сидит в саду и горько плачет Взгляните, из-за чего Вторая! И она! И она! Господинка, она! Она, она! Принц! Принц! Какое сказочное свинство! Я не могу больше оставаться в этом королевстве Ах ты, змея! У меня крошки мои за мной! А еще корону надел Где же, где же, пыль? Его высочество, чтобы развеять грусть, тоску Изволили бежать за тридевять земель В одиннадцать часов по Творцовому времени Это я виновата Ну почему я не сказала принцу все в лесу Теперь из-за меня погибнут все Принц, я, король И все королевство Принц, милый принц, где же ты? Он здесь! Ах! Синок! Синок! Я не волшебник Я только учусь Но дружба Помогает нам делать Настоящие чудеса Молодец, мальчик Ставлю тебе за это отлично Переоденься, Золушка Скоро твоя свадьба Венчаться! Венчаться! Золушка так и не сказала Любит ли она меня Люблю признаться, когда людям Лишают выяснять отношения Ну вот, друзья, мы и добрались До полного счастья Все счастливы Кроме старухи лесничихи Ну, она, знаете ли, сама виновата Связи связями Но надо же в конце концов И совесть иметь Когда-нибудь Когда-нибудь спросят А что вы, собственно говоря, можете предъявить И никакие связи не помогут сделать Ножку маленькой Душу большой И сердце справедливым И мальчик Паш И мальчик Паш тоже доберется до своего счастья У принца родится дочь Вылитая Золушка И мальчик Паш в свое время влюбится в нее И я с удовольствием выдам за мальчуга на свою внучку Обожаю удивительные свойства его души Верность, благородство, умение любить Обожаю Обожаю эти волшебные чувства Которым никогда, никогда не придет конец Субтитры создавал DimaTorzok